Приветствую! Сегодня мы поговорим о новом уровне мобилизации, о новой шокирующей статистике по приговорам за уклонение от мобилизации. Вы прекрасно знаете, что я ежемесячно делаю такие обзоры, показываю вам, какие приговоры принимает судебная система. Имеется в виду приговоры по статье 336 Уголовного кодекса Украины, то есть та статья, которая четко устанавливает именно уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. И я напомню, что по этой статье есть только один вид наказания, это лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Так что же шокирующего в этом месяце? Шокирующая статистика. В чем она шокирующая? Мы с вами знаем, что в самом начале, вот еще там 22-й год, на 100 приговоров за уклонение от мобилизации было там 4, 5, 6, 7 приговоров реальных. Вот такая статистика была, то есть 7% было. И постоянно, постоянно эта статистика вот неуклонно она росла. Количество приговоров росло, росло, росло. В последние месяцы оно достигало 30-40% и переваливало за 40%. И за июль месяц, за июль месяц 2024 года судебная система вынесла 61% реальных приговоров. 61%! То есть более половины приговоров это реальные приговоры. Вы понимаете вообще, к чему мы пришли? В свое время была такая популярная мысль, но она и до сих пор в сети есть, что ой, ничего страшного нет, можно там уклоняться от мобилизации. И в итоге что? Будет просто приговор, условку получишь, будешь дома сидеть, отдыхать и ничего страшного в этом нет. Так вот, друзья, обращаю ваше внимание, довожу до вашего сведения. Мы тратим каждый месяц на это время, на сбор этой статистики, на изучение этих дел. Мы смотрим, за что принимают, за что выносят эти приговоры. И подсчитываем вот цифры, да, видим тренд. И этот тренд я доношу до вас. Уже 61% реальных приговоров. И почти все получили 3 года. За этот месяц только один приговор был, где меньше, чем 3 года. Ну, мы с вами знаем, что Уголовный кодекс, в принципе, разрешает по усмотрению суда назначать наказание меньше, чем нижняя граница, предусмотренная санкцией статьи. И мы помним с вами, что были там всегда и штрафы, и исправительные работы были. Были и приговоры, там много приговоров, где там год, полтора людям давали. То сейчас лишь один такой приговор за целый месяц. Обычно, обычно, это более 10% реальных приговоров было таких. А сейчас один единственный приговор. И все. И 61% реальных приговоров. При этом, кстати, должен отметить, что самих приговоров меньше. Вот всего за месяц вынесено 47 приговоров всего. И из них получается 29 реальных и 18 условных приговоров. Что мы видим, друзья? Мы видим, ну, принципиально уже прям такой принципиальный скачок, да, по статистике. Скачок в плане реальных приговоров. То есть подход системы к людям, которые отказываются от мобилизации, ужесточается. И я прошу, знаете, не писать вас вот тут комментарии, что это не адвокат, это прокурор. Друзья, не я не выношу эти приговоры, да? Не я их принимаю. Я трачу на это время, чтобы их собрать, изучить и донести вам до этого. Кстати, вы эту информацию получаете бесплатно, да? Поэтому не нужно писать мне, что я там прокурор, а не адвокат. Не я вынес эти приговоры. Судебная система вынесла эти приговоры. А я вам об этом сообщаю. Для чего? Для того, чтобы вы не думали, что... Да что там, условочку получу и все. Потому что есть там блогеры, которые вот такое рассказывают. Но эти блогеры, они статистику знают, они смотрят ее, а они потом вам рассказывают то, что вам хочется слышать. Вы должны, и моя задача в том, как и любого другого адвоката, да? Дать человеку реальную оценку ситуации. Показать реальную, реальные масштабы проблемы. Чтобы человек принимал какие-то решения, которые он в жизни принимает, с учетом всех обстоятельств, которые есть. За что, кстати, выносят эти приговоры? Эти приговоры, как и раньше, по сути, выносят за то, что в основном люди отказываются от повестки. То есть они там прошли ВЛК, да? И мы говорим только, что в принципе приговоры выносятся в отношении людей, которые по решению ВЛК пригодны к воинской службе. И дальше эти люди вот отказываются от повестки. Либо берут повестку на отправку, но не являются по ней в ТЦК и СП. Да, есть еще варианты, когда являются там, отказываются от отправки. Есть кто там сбегает уже во время отправки. Но основное это отказ от повестки. При этом, конечно же, актуальным вопросом является, а что будет вот с теми людьми, с теми, сколько там, 39% условных приговоров. Что будет с ними? Эти люди, понятно, идут домой. Да, они также признаны виновны в совершении преступления. У них есть вот это состояние судимость. Они идут домой, они проводят время дома, живут практически обычной жизнью. Да, им нужно будет являться в органы пробации, отмечаться и все такое. При этом, самый главный вопрос, а их можно призвать вообще? Да, вот этот вопрос долгое время был решенный в теории, скажем. И было понятно, что этих людей можно призывать. Не было запрета призывать этих людей. Но не было четкого указания в законе, в законодательстве. И вот теперь такое четкое указание есть. Постанова 560 решила этот вопрос. Давайте ее посмотрим сейчас. В постанове 560 есть пункт 4, где дан перечень людей, которые в том числе могут быть призваны на воинскую службу во время мобилизации на особый период. И весь перечень мы изучать не будем. И вот посмотрим только последний вот этот абзац, где сказано следующее. Засуджені особи, які звильнені від відбування покарання з выпробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Такі особи проходять військову служби виключно у відповідних спеціалізованних підрозділах військових частин. І так, ще раз фокусюю ваше внімання. Засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з выпробуванням. То, що ми обычно називаємо «условне наказання», «условний приговор», «получи условно», с точки зрения закона, уголовного кодекса, называется «отбування покарання з испытанням». Соответственно, цих людей ми видим, що чітко можна призвати. Ну, все, определено ця постанова 560. Все, нравится нам, не нравится, понятно, що не нравится, но це то, що є. Опять ж, не робите голову гонцю, який доносять «плохі вести», я лише доношу до вас то, що є. І хочу, щоб ви знали об цьому і повышали свою правову грамотність. Подводя итог, увеличення количества реальних приговорів до 61%, вот такой скачок большой, да, там даже в прошлом місяце там було 47% ще, т.е. менше 50% і тут сразу улетає за 60%. Показыває нам то, що государство все жестче і жестче починає относитися к людям, які відказуються від мобилизції. І це потрібно учитувати, учитувати, планируя свою життя. Друзі, прекрасно понимаю, що данне видео вам не понравилось з точки зрения той информации, которую ви получили. Але все равно надеюсь, що ви розумієте, що ця інформація є полезною, полезною для восприятия реальні картини происходящого. І за це поставити лайк этому видео. І, можливо, навіть запишіть позитивний коментарий, що поднимет це видео в рейтингах Ютуба, і ця інформація стане доступна і другим людям. Ну а я вам пожелаю удачі, благополучня і, конечно же, мира. Пока-пока! Дякую!